Микс Ньюс Здравствуйте, все, кто нас слушает. В эфире после небольшого перерыва снова благотворительная программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать для нас с вами. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина, звукорежиссер студии «Родион Золотарев». И наша гостья, актриса Светлана Иванникова, зажигает вместе с нами «Зеленую лампу». Зажигает. Здравствуйте. Зажигает, включает. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте всем. В предыдущий раз Светлана была гостью «Зеленой лампы». Очень давно мы ее долго ждем. Она была в феврале 2016 года. Ох, да, 4 года назад. Как мы вообще так долго выдержали. И мы помогали тогда собрать деньги на очень дорогое лекарство Татьяне Бичик, 50-летней женщине с тяжелым-тяжелым диагнозом. Вот прошло 4 года, и мы рады сообщить, что у Татьяны все хорошо. Что тогда мы тогда собрали. Да, мы как бы следим за ситуацией. Тогда мы собрали на это лекарство. А потом вообще произошло маленькое чудо. Наверное, не без помощи Светланы, которая об этом чуде просила. Государство стало оплачивать это лекарство. Поэтому вот оно помогает, оно работает. Слушай, ну как это правильно? Вот на мой взгляд, конечно, с меру по нитке это формула, которая работает всегда. Но как это прекрасно, сколько сил сразу у тебя, сколько у тебя энергии, позитивной энергии и желаний. Если государство все-таки видит эти чаяния обычных людей, просто совершение... Мы можем только мечтать об этом. Ну, видишь, все-таки давайте хотя бы мечтать. Очень большая заслуга латвийских медиа, латвийской прессы в том, что привлекали внимание общественности, государственных каких-то структур. Действительно, уже несколько дорогущих препаратов, там десятками тысяч исчислялась цена вопроса. Для человека это была цена жизни практически. И с течением времени, вот мы смотрим, там три года назад мы собирали эти деньги, а сейчас это уже включено в государственную программу. Ну, к сожалению, не все. К сожалению, не все. А вот есть при одном диагнозе оплачиваться, при другом не оплачиваться. Ну, в общем, это все сложные темы, но их надо поднимать. Я аплодирую. Это очень правильное решение было у кого-то вообще создать эту систему, эту зеленую лампу, которую в результате она взяла. Да, и ее дело, и ее вопросы, и интерес. Нет, ну вот этот ее любой, любая просьба, интерес, на него откликаются, потому что у нее есть репутация у вашей лампы. Потому что у нас такие хорошие гости. И вот, что касается Татьяны Бичик, она нам недавно написала, рассказывала, как она живет, она еще лечится, но у нее уже явные улучшения, она очень-очень радуется жизни. И одно из, я считаю, что один из главных моментов в выздоровлении любого человека, это когда ты позитивно смотришь на мир, радуешься и веришь. Вообще ничего, кажется, нового нет, да, нового, кажется, ничего в этом не существует. Ну что за фраза, надо думать позитивно, ну давайте, ну на самом деле это работает. Ну уже слово «позитивно» уже просто везде, из каждого утюга. Но ты, конечно, не идиот, ты не можешь все время радоваться всему. Нет, не можешь. Но с другой стороны, это правда работает. И вот на этой позитивной ноте, дорогие радиослушатели, мы вам должны сообщить, для кого сегодня включен наш благотворительный телефон. С сегодняшнего дня наш благотворительный телефон 9306384 подключен к счету помощи четырехлетнему малышу из Даугавпилса. Мы помогаем четырехлетнему Давиду Бальцевичу. Помощь нужна на оплату курса лечения в Санкт-Петербургском институте Музга. Мама уже начала оформлять лечебную визу, то есть пока это возможно. Врачи ждут мальчика. У мальчика с рождения очень тяжелое заболевание. И там, в Петербурге, готовы ему помочь. 9306384, евро 42 за звонок. Подробная история, напоминаем, на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Там вы увидите фотографию мамы, фотографию малыша и сможете представить, кому, собственно, мы помогаем. А ситуация там такая, в общем-то, отражает какую-то нашу жизнь даже в каком-то небольшом историческом отрезке. Более 10 лет назад, когда был этот страшный кризис, который ударил по экономике и лично по многим семьям, вот бабушка, то есть этого мальчика, мама мамы. Мама тоже очень позитивная. Маме 26 лет всего, она молодая совсем девочка. И вот эта мама, когда той девчонке, вот наша нынешняя мама была школьницей. Мама взяла эту школьницу в охапку. Там есть еще младшая сестричка, большая разница. И уехала в Англию. Работать. Катя заканчивала колледж уже в Англии. Потом она там училась, работала. В это время в Литве происходили такие же процессы. И из Литвы семьи тоже туда перебирались. И наша Катя познакомилась с Андреем, который из Литвы. Вот у них родился этот чудесный малыш Давид. Прекрасное имя. Да, и врачи... Он обязательно победит Голиафа. Вы же понимаете? Врачи английские, мама считает, что они просто прохлопали какие-то важные моменты и этапы, когда мальчику надо было правильно ставить диагноз, делать исследование, назначать какое-то лечение, назначать терапию. Там подход был такой, что маме говорили, ну подождите, ждем до трех лет. После трех лет мы вам дадим инвалидность. И что вы нервничаете? Мы вам будем платить пособие на ребенка, все будет хорошо. Как будто это пособие на ребенка решает вопрос. Как будто это важнее здоровья ребенка. Да, время потеряли и... Мальчик не ходил, мальчик не говорил, у него была нарушена координация. В общем, было очень много проблем, и диагноз не могли поставить ему. То есть он вот жил без диагноза. И тогда Катя решилась в какой-то момент, она решилась, потому что папа мальчика, вот Андрей, он должен был, вынужден был уехать в Литву по работе. Она взяла ребенка, оставила там свою очень хорошую работу, где на работу устроилась, оставила жилье, которое тоже ей дали по льготе, оставила маму и сестричку, и уехала с маленьким Давидом в Даугавпилс на родину. Она сама из Даугавпилса уехала, потому что, как она сказала, я латвейским врачам доверяю больше, чем английским. И вы знаете, что получилось? Получилось, что действительно она сделала правильное решение, потому что за год физиотерапевты так взялись за него, и настолько там системно стали его лечить, что мальчик стал ходить. И мальчик сейчас, мы его видели, мы ездили в Даугавпилс, мы видели, он бегает. Вот эти на физиотерапии аппараты, которые еще существовали в Советском Союзе, их которые не уничтожили, они вот как раз и работают. Ну вот это смешно, но это действительно так. Физиотерапевт – это бог. Он на самом деле может очень много. Она называет врачей, вы не представляете, как это приятно, когда мы вот сидим, говорим, вот этот врач плохой, вот этот неправильно поставил, вот этот вот хам. Вот, и тут человек говорит, я так благодарна врачам, и этому, и этому. Она называет их имена, почитайте, пожалуйста, в статье. И это очень приятно озвучивать. И мальчик стал ходить, прогресс очевиден, но он еще не говорит, у него еще очень много нарушений, потому что диагноз связан с заболеванием головного мозга. Давайте озвучим все-таки. Мама сказала, мне будет очень приятно, если вы в публикации и на радио поблагодарите этих врачей. Доктор Сверидова, это главный реабилитолог Даугавпилса, она дала ему направление на курс лечения в Вайворе и курировала. И в Вайворе очень помогло. И Даугавпилский физиотерапевт Андрис Трифонов, он занимался с мальчиком, и вот 80 занятий дали такой результат, что ребенок реально, он бегает, он бегает, носится. Вот посмотрите, есть фотографии, он плавает, фотографии прекрасно на пляже, он с таким разноцветным надувным кругом. Давайте расскажем, как этот момент, мы спросили, а как это было, как он пошел? Она говорит, я повезла его к морю, он увидел чайку, встал и пошел за чайкой. Я говорю, я стала плакать, потому что чайка – это символ Даугавпилса, между прочим. Ой, я не могу, ты все это придумала. По-моему, ты придумала это. Нет, нет, это мама нам рассказывала. Мальчик потянулся за чайкой и сделал первый шаг. Напоминаем, что телефон 9306384. 9306384. Евро 42 цента за звоночек работает всю неделю до следующего вторника для маленького Давида. Ему надо собрать 4000 евро на курс лечения в Санкт-Петербургском институте мозга. И напоминаем, что наша гостья сегодня – Светлана Иваникова, актриса, всем знакомая, всеми любимая. И поскольку сегодня день какой, Света? День знаний. День знаний. Вот начнем со знаний. Сегодня 1 сентября. Давайте я скажу сразу. Что ты помнишь о своей школе? О, Боже мой. Я помню, что я фотографировалась в белом фартуке с гладиолусами у забора 1 сентября. Гладиолусы были выше твоего роста. Ну да, это как всегда. А сейчас я вижу в них необыкновенную красоту. И 1 сентября, не 1 сентября, а 2, чтобы у меня дома были гладиолусы. Это очень красиво. А что для тебя? И школы, что меня все учителя очень любили. Всегда. Мне везло. Мне очень везет с людьми, которые идут меня навстречу. Это правда. И даже те, которые точно знали, что от меня ничего не добиться, по алгебре, например, или по химии, они прямо говорили «света». Вот так. Я говорю, собственно… Ну ты же гладиолусы носил. И все. И в общем, они мне… На самом деле я не знаю, какая причина. Ну может быть от того, что по большому счету в сердце моем не было подлости. Это я уже сейчас в этом возрасте могу сделать такой вывод. Ее, ну как будто она не знает, как родиться. А вообще-то, мне кажется, в этом причина. Все откликаются на это. Света вот сказала очень хорошую вещь, что ей везло в жизни на людей, которые шли ей навстречу. Но, Света, ты сама такой человек. Ты сама идешь навстречу. И что касается нашего благотворительного проекта, вот мы должны отметить, что когда мы к тебе обращаемся, ты действительно откликаешься просто моментально. И даже когда не обращаемся, откликаешься моментально. Так а как же? Нет, подождите. Слушайте, вот вы же понимаете, что вы делаете? Вы, в принципе, пишете каждый раз сагу. Маленькую, укороченную, сокращенную. Но сагу – это всегда история семьи. Связи, бабушки, кто-то еще, какие-то новые мужья, старые мужья, какие-то врачи попадаются. Целая история – это саги. Вы пишете книгу вот этой жизни нашей. Если вы ее издадите, вот эти истории… Взяла и перевела все на нас. А потому что это на самом деле фантастически. Я, честно говоря, понимаю, что существуют некие организации. Но сердце мое с вами. Потому что я точно знаю. Я, во-первых, знаю вас. А во-вторых, я знаю, что вот это вот конкретные люди там. Вот действительно есть эти люди, эти истории. И вот то, что вы делаете, это очень правильно. Что вы описываете этих конкретных людей с фотографиями. Потому что этим людям очень тяжело самим просить. Это тоже, как бы это все понятно. Просить помощи – это очень трудно. Практически невозможно. Я не представляю как. А помните, еще была у нас ситуация, мы проводили благотворительную ярмарку, сладкая ярмарка, разные кондитерские изделия, булочки, торты. Ой, я взяла Сережу Боярского себе в помощника, я помню. Света примчалась. Примчалась. Нет, Света сама предложила. Она позвонила, сказала, я буду вам помогать, давайте я буду продавать. Давайте возьмите меня продавщицы. Да, я с удовольствием. Света очень успешно нам наторговала на приличную сумму тогда, потому что артистично все-таки, когда актер призывает публику совершить некое действие, публика слушается. Мало того, мне никто не смел попросить у меня сдачу. Это правда. Она не давала никому сдачу, и люди были счастливы. Я говорила, вам нужна сдача. Нет, я говорила, я так понимаю, вы без сдачи. Ну, давайте уточним, что эти деньги, которые люди покупали, значит, нам лучшие рестораны Риги Юрмала нам давали свои эксклюзивные тортики и пирожные. Мы их привезли, они сами привозили, все это стояло в кафе в специальном месте, люди приходили и покупали, а деньги в коробочку. Деньги в коробочку, на ребенка. Во-первых, помните, когда я была у вас, я сказала, что нужно каждому, каждое утро начинать, чистишь зубы и звонить у телефона. Сейчас я думаю, что вот даже, понимаете, повторять этот телефон, конечно, хорошо, но мне кажется, каждый должен забить этот телефон, и просто утром рано, он встает, денег отключает и тут же делает звонок. Один звонок с раннего утра, во-первых, тебя взводоражит на хорошей неделе, ты восстановишься, а с другой стороны, тебе не надо знать зачем. Это делаешь ты для себя. Я ваши торты продавала, думайте, кому-то конкретно, я не знала, кому. Мне нужно было это для себя. И я звоню каждый день для себя, потому что я улыбаюсь, я звоню и говорю «Привет». И все, привет, Оля, Рита, все, я каждое утро общаюсь с вами, потому что я нажимаю, это забитый будет. И денежка полетела. Ну давайте вот, дорогие радиослушатели, прекрасная, мы считаем, идея, если вы сейчас не за рулем, а у вас вот просто в руках телефон, давайте забьем этот телефон, назовем его, как вам удобно, лампа, удача, зеленка, зеленка, помогает от всего. Да, давайте за 9-3-0-6-3-8-4. Мы совершенно точно знаем, куда идут эти деньги, мы совершенно честно вам говорим, что деньги, которые на счет поступают, ребенку с них не берется, вообще никакой процент никогда, они полностью идут ребенку, с телефона маленький процент берет лад телеком. Ну маленький, поэтому суммы получаются очень приличные и очень большие. 9-3-0-6-3-8-4. И сейчас мы хотим отчитаться перед вами за нашу июльскую акцию. В июле у нас программа была на летнем перерыве, на каникулах, но обратилась к нам мама человека, попавшего действительно в беду, это молодая девушка Женя Вакух, и мы сделали в ней очередную экстренную программу, экстренный выпуск для Жени. Собирали деньги на кислородный аппарат, такой портативный концентратор кислорода. Девочка находится в больнице, в туберкулезной вот этой клинике, в Саурише. И для того, чтобы выписаться, ей нужен был вот аппарат, с которым она могла бы уйти из больницы. И мы собрали 5256 евро. Спасибо вам всем большое. Был куплен аппарат. Как прекрасно. Была куплена специальная батарея для аппарата. Дыхание купили. Прекрасно, прекрасно, жизнь. И остались еще деньги на оплату больницы. С мая Женя находится в больнице, и натикало там уже больше тысячи евро, которые нужно платить. В принципе, там вот одна мама работает, эти деньги просто так вот взять. И благодаря вам, Женя, спокойно, мама ее спокойна, что счет больницы будет оплачен. Огромное всем спасибо. Еще, надо сказать, ее еще не выписали, ее долечивают, но аппарат у нее уже есть, и в любой момент она может им пользоваться дома. Потому что сейчас она привязана к стационарному аппарату, она не может открывать и там... Нет, сейчас она с нашим аппаратом, сегодня вот мы с ней разговаривали, она с нашим аппаратом может выходить в коридор. То есть так у нее было на два метра, просто она привязана к розе. К розе невозможно. Огромное спасибо передает ее мама, вот просто там благодарность, низкий поклон всем, всем и каждому, кто помогал деньгами, кто делал звонки и кто хотя бы даже просто вот мысленно желал здоровья этой девочки. И мы тоже ей желаем скорейшего выздоровления, насколько это возможно. Я помню, да. Выздоравливай. Телефон 9300-6384. Евро 42 цента за звоночек. Работает всю неделю для 4-летнего Давида. Напоминаем. А сейчас у нас маленький перерыв на рекламу. Оставайтесь с нами, мы очень скоро со Светланой Иваниковой продолжим говорить. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». И напоминаем, что на этой неделе мы помогаем до следующего вторника 4-летнему Давиду Бальцевичу из Даугавпилса помочь собрать средства. 4 тысячи евро на курс лечения в Петербургском институте мозга. Телефон 9300-6384. Работает для малыша Давида из Даугавпилса. Напоминаем, что гости наши сегодня Светлана Иваникова, актриса. Да. И вот только начали с ней разговор, но не успели еще спросить. Вот период карантина первого, да, как называемый, первый карантин, да, он закончился. Но вот все страдали, все плакали. Светлана всегда улыбается. Свет, вот почему ты всегда радостный человек? Ну, может быть, ты наедине с собой по-другому себя ведешь? Нет, ну что ты, к моему возрасту я уже понимаю какие-то смыслы в этой жизни, появления. Вот что тебе помогает? Ну, интерес должен быть. Должен быть интерес в ковиде ты или без него, или еще какие-нибудь версии в поезде ты или в самолете. У тебя должен быть интерес. Всегда. Ты должен утром проснуться, обалдеть от того, что это случилось все-таки. Называется любовь к жизни, да? Я не знаю, может быть. Ну, вообще, все это очень кайфово. Дойти и сделать ритуалы. Вот я очень ценю ритуалы в моей жизни. Ну, когда я встаю, я иду до чайника, машинально его включаю. Почему включаю машинально? Потому что вечером я его уже заполнила. Потому что у меня все чистое, я как будто в новый дом вхожу каждое утро. В каком бы я состоянии ни была, я всегда мыта посудой, я ложусь спать в идеальной чистоте. Потом я включаю, иду умываться, пока я умываюсь, и много-много холодной воды лью на себя. А, значит, я иду, уже чайник вскипел, и дальше вот начинается вся моя жизнь. А в какой момент ты звонишь по телефону зеленой лампы? Вот, я еще делаю, повторяю, я еще делаю, пока лежу, я делаю гимнастику Норбекова, исправляю зрение. И, кстати говоря, я его уже практически исправила. Я теперь надела очки, которые носила в первый момент, когда вот оно испортилось. То есть свои первые вот эти цифры в очках я надела сейчас. То есть с какой диоптрии ты ушла, на какому результату? А сейчас у меня было два, да, двойка. А первый мой был 1,5. И я сейчас ношу 1,5. И я все вижу, и туда, и туда. То есть я считаю, что это вот такое тоже чудо, которое требует регулярности. Просто регулярности. Ну, мы желаем тебе дойти до нуля. Хорошо. Идеальные цифры. Да, хорошо. Дойду, я вообще не сомневаюсь. Во-первых, не сомневаться, во-вторых, регулярность. Откуда вот это? И потом я звоню. Я обязательно в этот момент сделаю упражнение Норбекова и звоню по телефону. А зрение важно, чтобы цифры правильно набрать, 9, 3, 0, 6, 3, 8, 4. Чтобы дойти, где у меня забито, мне зрение нужно. То есть это вот тот самый ритуал. А потом я иду, включаю чайник, настроение, как вы понимаете, уже лучше, потому что я все-таки сколько-то поучаствовала в какой-то, неважно в какой судьбе, в своей судьбе. Я звоню для себя. Я делаю упражнения для себя. Я такая эгоистка. Я все делаю для себя. Я трачу себя для себя. Слушай, а вы знаешь, что мы вспомнили сейчас? Что ты была тем человеком, одним из тех людей, которые привозили когда-то в Ригу волшебного Санта-Клауса. Первые. Впервые. Впервые, первые, и несколько лет. И Игорь Пронин, Светлана Иванникова, и они просто занимались этим. И это был благотворительный марафон. Это правда. Именно для этого мы его и позвали. И к нам шли на встречу опять. Была Байра Вики Фрейберга тогда у нас, президентом. И она встречалась с ним. Это была дикоофициальная обстановка. Смотрите, встреча Санта-Клауса и президента Латвии. Да, был, да не то слово, балкон. Вот вся эта площадь перед президентским дворцом была из людей, детей, вообще там страждущих. Олени. Олени, сани, чего там только не было. И масса игрушек. У всех были эти дармовые игрушки, яблоки. Это и русские дети, и латышские дети. Это такой очень красивый, объединяющий проект. И родители. Дело в том, что это творческий проект. Не имеет национальности. Благотворительность не имеет. Это точно. Это одно из чувств, которые не воспеты. Синэстезия называется. Это способность чувствовать, со-чувствовать, со-переживать. Это синэстезия. То есть вот все знают про зрение, слух, осязание, про всё вот это, возможности говорить. А никто не упоминает эту синэстезию. Вот здесь вот она. Хотя это орган чувств. Это орган чувств. Просто он есть. И он назван, но его не воспели. Его не растиражировали. Ну вот сейчас у тебя есть возможность воспевать. Ну вот я воспеваю. Благотворительность, вот этот благотворительный марафон, он на самом деле был совершенно фантастический. Вот эти вот встречи. Вы же ездили в больницы. А перед этим уже готовили, красили корпуса, обеспечивали на год, заключали договора, обеспечивали на год больницы детские. То есть целая система. Молоком, овощами, там чего мы только вообще не добивались, ремонтов каких-то сумасшедших. У нас же Санта-класс был в женской тюрьме. Мы к этому вопросу, мы привлекли внимание к проблеме, что дети сидят, рождаются в тюрьме и сидят в тюрьме три года. Вы что, товарищи? Три года. Это уже сформированная личность. А он не знает, как течёт река. Да то вы что, мы вот это всё привлекли туда внимание. Очень большое были там конференции, всё на свете. Резонанс был. Для Санта-классу открыли ворота, и мы все с гномами, представьте, что это за времена. С гномами все пошли туда, Света Сурганова пела. То есть только через какие-то вот такие проекты мы привлекли внимание. И дальше, во-первых, у них открылся детский дом. Значит, есть люди, которые вывозят детей за ворота, они имеют право это делать. Мало того, открылись цеха, их учат теперь парикмахерам, их учат помощник повара, швея. Да, то есть, друзья мои, стоило это делать, стоило этому финну прекрасному, огромному, вы же с ним знакомы. Стоило сюда приезжать для того, чтобы возбудить интерес к чему-то, для того, чтобы человек вспомнил, что, блин, а вот тут-то у меня чего ноет. А это синестезия. Именно поэтому я утром набираю и звоню. Ну вот, знаешь, сейчас очень хорошее время и повод вот в эту прям секунду сказать спасибо. Может, немножко даже запоздало, но тогда мы говорили, но сейчас еще раз хочется сказать вам спасибо за то, что вы это делали. О, пожалуйста, с удовольствием. Мы это делали для себя, в первую очередь. Мы рады, что это было, а получилось для всех. И еще у нас есть один такой прекрасный момент, о котором мы не можем не вспомнить. Ну вот перед Олей лежит книжка. Света пришла к нам не с пустыми руками, она принесла нам замечательную книжку «Рижский бальзам на душу». Покажи на камеру, смотрите. Да, поколение наших радиослушателей помнит наверняка эту программу в этой книге, собранную… А кто-то первый раз услышит что-то было. …интервью с героями. Света, вот расскажи, в принципе, это тоже легендарное для того времени легендарный проект, легендарная программа, что это было. В 98-м году началась телевизионная программа. Я без стеснения говорю вам точно. «Рижский бальзам на душу». Это была идеальная совершенно народная программа. Я не знаю, я до сих пор встречаю людей, которые говорят иногда, что кто-то вырос, с бабушкой смотрел. Таких я не люблю. А иногда говорят, боже мой, это же вот там света, и вот кидаются, и все это. Это было правда. Вторая чашка кофе с вами, и опять же, у нас не было разделения по языкам. 50% латышскоговорящий, 50% по всем показателям русскоговорящий. Ну расскажи, что это было, что это? Это были интервью. Кажется, что это все так просто. Никто, кто не пытался, больше не смог повторить. Потому что есть какой-то секрет. Есть. Может быть, как раз в том самом интересе, или вот в какой-то вот этой синестезе. Но что-то есть. Одно интервью, ну то есть, одна программа отличается от другой. Драйв такой был. Вы ездили по разным странам. Да, она была акварельная, и у нас были абсолютные достижения. То есть, никто не добрался до фауза, и уже никогда его не увидят. Уже теперь даже, может быть, и не читают его. Читают, читают, волхва. Как же не читают? Хорошо, что кино еще сняли. Женщину. Уже очень многие ушли. Уже, понимаешь, мы дружили со Старовойтовой. Ну вы же тоже ее прекрасно знали. То есть, вообще, очень много людей, с кем мы встречались, и привозили их в эту страну. Вот к нам, на родину. У вас там и Пьер Карден, кстати, был. Ну это он, да, он мне подарил пальто. Да, вот мы помним тебя. Очень красивое пальто. Был такой мостик между Латвией. Я считаю, что та программа на какие-то культурные связи, отношения между Латвией и Россией очень повлияла. Это правда, потому что был запрещен практически красный цвет. Все боялись его. И в первый уже наш этот визит в Россию мы привезли из Москвы, наверное, программ действий с одними коммунистами. Ну чтобы перестали бояться. Это же, понимаешь, когда ты его видишь. Юганов был, даже Ряновский, но при этом был Горбачев, при этом был. У нас было очень много президентов разных стран. А, кстати, Искандер у вас был, вот это мой любимый Искандер. Какой любезнодороженный. Ой, ой, вообще, столько таких вот душевных у меня привязанностей к этим людям. А были холостые интервью? А я вот наугад открыла книгу, и вот мы говорим о сочувствии, о синестезии, да? И просто цитата Михаила Жванецкого хочу зачитать. Конечно, я хочу многого. Я хочу, чтобы вам не подписывали увольнение, когда вы решили уйти с работы. Чтобы ваше начальство расстроилось, узнав, что вы уходите. Чтобы из-за вашей болезни бегала озабочена не только ваша жена. Я хочу, чтобы все встречные были вежливые и трезвые. А локоть соседа чувствует только в беде. Я хочу много. И вот... Он прекрасен. Он философ, он совсем философ. Если бы вот этого хотели не только Михаил Михайлович, а все, то, наверное, это бы случилось. Я думаю, что большинство всё-таки такие. Просто иногда не хватает времени признаться. Или ты оправдываешь это чем-то, или привык. Ах, я бедный. Или у меня не хватает денег. Или у меня там чего не хватает. Любви. Вот ещё какая хрень. Любви. Вот нету, понимаешь, беда. Да какая беда, ребята, вы чего? Вообще нет беды. Беда – это уже смерть. Вот это горе. Вот прям всё. Вот всё. Это случилось. Это горе. Свет, а вот сейчас самое время вспомнить спектакль, который назывался «Моя счастливая жизнь». Да. Давай вспомним. Он совсем недавно был. Не в такие... 13 лет шла программа «Нарийский бальзам на душу». А спектакль этот был недавно. И «Моя счастливая жизнь» – это спектакль, который не только в Риге, но он за пределами прошёлся очень серьёзно. И там играла главную роль, практически ведущую, основную, Светлана наша Иванникова вместе с Светланой Сургановой. Да. Светлана прекрасная. Она инициатор. А скажи о судьбе спектакля. Ну, она всё время... О судьбе? Да. Она всё время мне говорила. Я хочу что-то с тобой сделать. Я просто хочу рядом где-то вот всё время попасть, в чём-то побыть. И я говорю, я не знаю. Ну, вот она говорит, давай что-то такое вот типа там литературное чтение. Я говорю, вот это точно не я. Памяти нет. Всё старьё читаю, когда-то выученное. Неинтересно. Ну, и всё. А потом как-то вот слово за слово встретилась мне эта пьеса. Всё мы её переделали, переписали. Короче, там ничего не осталось от того, что было. Кое-что. И пришло решение сделать из этого такой стендап. Потому что разыгрывать что-то с рок-певицей сложно. Не надо притворяться, что это какой-то будет шедевр. Не будет шедевра. Ну, тяжело будет. Потому что, ну, не надо. Но с ней всё равно хотелось. Потому что она энергетически заряжена невероятно. Она совершенно какой-то особенный, какой-то, не знаю, какой-то великан. Просто вот такой маленький. Вот. Ну, она... И поэтому, конечно, она распространяет. И даже вот то, что она как-то выйдет. И, может быть, просто посмотрит зал. И этого будет уже достаточно. И очень популярная вот сейчас эта система отношений со зрителем – стендап. И получилось так, что вот я придумала это в виде стендапа. Поэтому у меня есть импровизация. Я могу какой-то кусок вымарать, рассказать о том, что сейчас случилось со мной. Или два дня назад. Или то, что меня беспокоит было. Что-то в моём детстве, вот меня спрашивали про школу. Ну, то есть, это всё может быть актуально. А может быть, я говорю, всё, я устала. На глазах создаётся пространство вот это. Да, я говорю, вот я устала. Давайте кто-нибудь сейчас, пока я вот не перекурю, но выдохну. Почитайте кто-нибудь. Выходит человек. Вообще, я обалдеваю. Мужчина. Говорит, я обалдеваю. Это значит уже... А что читают? А читают, что знают. Читают стихи. А каких авторов? Очень много разнообразных. Да каждый любимый. Ну, что вы, Рубцовы читают. Ну, я уже не говорю, там уже достаточно Цветаева, Ахматовой, Ассургановой. Они читают, не знаю, Самойлова. Они просто ребята, ну, мужчины и женщины, которые, собственно говоря, вдруг вспоминают, что они ребята. И они прямо смело берут, волнуясь, но это делают. Это потрясающе. Вот это потрясающее достижение. Вот это отдача, да. Серьёзно. Вот это прям совсем по-настоящему диалог. Я понимаю, что людям нужно после этого. Мы увидим ещё этот спектакль. Мы тоже что-нибудь почитаем. Почему? В Риге мне душно. Света, а у тебя есть вопрос? Не передумаешь ещё. Есть рецепт. Спектакль называется «Моя счастливая жизнь». Вот если бы тебя спросили, Света, твоя счастливая жизнь заключается вот в чём? О чём твоя счастливая жизнь? Ну, я надеюсь, меня никто не спросит об этом. Вот мы спрашиваем, а чём твоя счастливая жизнь? Ну, я, честно говоря, надеялась, что это не прозвучит никогда, потому что это же обобщающая история. То есть всё, что было в ней, я про это в этом спектакле и говорю. Я специально придумала это название. Всё, что было, все потери, все слёзы, весь геморрой, какой только был в каких-то эпизодах жизненных, это всё моя счастливая жизнь. Я с этим совсем пришла. И завидовать мне не надо. И не советую, потому что зависть – это не взять эпизодик, вырезать, это попробовать взять всё. А может быть, даже ты не сдёжишь то, что было со мной. Не поле перейти. Лучше не надо этого. Поэтому завидовать не надо. Но я понимаю, что нет рецепта счастливой. Это она как бы, это обобщающая, просто моя жизнь. Я думаю, она была счастлива. При всех, повторюсь, потерях, ударах, при открытиях, при людях, которые встречались или уходили из моей жизни. Поэтому я считаю, да, счастливой. Вот очень созвучно то, что сейчас сказала Светлана, с тем, что говорила нам мама этого маленького мальчика, которому мы помогаем. Маму зовут Катя, ей 20 с хвостиком лет, мальчику 4 годика. Она вернулась в свой родной Даугавпилс, снимает с малышом квартиру. Мальчику дали инвалидность. Ей отказали в пособии по уходу за ребёнком пока. Но у неё такой правильный, позитивный настрой и отношение к жизни. Она говорит, я не считаю, что это мне какое-то наказание. Нет. Это просто опыт и шанс. Она говорит, я абсолютно... Она искренне вот это говорит. Она говорит, это просто я должна сюда вернуться, я должна сделать всё для своего ребёнка. Это мой опыт, это моё задание. Не позволяет себе не верить. И там есть очень трогательная деталь, так как мама Кати с младшей сестрой работает в Англии, осталась, да? А под Даугавпилсом в деревне Малиновка живёт её родная, любимая бабушка Зоя Яблочкина. Зоя Яблочкина из Малиновки. 78 лет бабушке. И бабушка, она староста маленького храма в деревне Малиновка. И Катя, она вот реально верит, что всё будет хорошо. По статистике, вот тот диагноз, который поставили мальчику, 30% случаев в лечении имеют положительный итог. И вот Катя, вся её семья, весь бабушкин храм в Малиновке. И Катя с мальчиком, они по выходным обязательно, по воскресеньям ходят в Борисоглебский храм в Даугавпилсе, исповедуются, причащаются. И прихожане Борисоглебского храма, они все верят и молятся, что вот этот наш Давид попадёт в эти счастливые 30%. А мы можем дать шанс этому ребёнку действительно пройти нормальное, серьёзное, комплексное обследование мозга в Институте мозга в Петербурге, где ему назначат курс лечения. И пока он ещё маленький, есть шанс как-то всё это дело откорректировать. Давайте ещё раз напомним наш телефон, 9-3-0-6-3-8-4, Евро-42, Катя и Давид из Далгосова. Я ещё вот маленький-маленький штрих, который меня лично поразил. Вот посмотрите, 26 лет ей, у неё всё хорошо было в Англии. Всё, во всех позициях она нормально жила. Она бросила всё. Она всё оставила, она приехала в неизвестность, в город, где у неё нет работы. Ну а ты что, ты бы тоже клянулась? Нет, надо чувствовать, что ты хочешь. Нет, подожди, это большая смелость. Не тащит, можно было там жить и... Нет, ну это очень страшно всё, конечно, это ребёнок, любая болезнь, это как страшно. И знаете, ещё она в чём большой молодец. У неё, значит, на английском языке специальность бизнес-администрирование или администратор. Значит, ну и сейчас, особенно вот сейчас, конкретно кризис, карантин, в Далго впился, она не может никакую работу найти. И она решила, что сейчас вот начало учебного года, она пойдёт в торговый техникум и получит корочку, сертификат повара. Она говорит, тогда я могу и в детском саду быть поваром, и брать любые подработки. Она говорит, я готова ночью работать. Ой, это вообще мой человек. Сейчас я говорить не могу, просто малыша оставить. Но очень помогает бабушка, она из своей малиновки приезжает, если надо посидеть. В общем, такая, в общем-то, история. Катя, дорогая, прям быть здоровой, очень сил больших тебе желаю. И максимально ты всё правильно делаешь. Если говорить обо мне, что я делаю в 26 лет, да не дай бог, нельзя же говорить про это. Это вообще нереально. Нет, с другой стороны, смотрите, у меня у Наташки, она страшно заболела, дочь моя, страшно заболела. Что сделала я? Я всё бросила. Я всё лето ездила по Украине. Ездила вот в разных сёлах незнакомых. Мне останавливалась, узнавала, где тут бабка. И все бабки лили мне всякие воски. И всё на свете. И мы вот так всё лето с Наташкой ездили по всем этим. Хорошо, у меня были друзья, как сейчас у Кати, я надеюсь. Очень много друзей, которые хотели бы помочь этому ребёнку. Тогда у меня не было возможности вот такого количества друзей. Но мои друзья давали мне какие-то деньги, чтобы я... Ну, конечно, это не те деньги, там, сколько... Ну, в общем, не то, что сейчас уже. Ну, на поддержание. Ну, я объездила вот эти вот всё лето в разные деревни. И в конце концов приехала, когда домой, у Наташки уже не стала эта болезнь. Мы делали этот... Я уже даже не буду говорить, какая. Вот был шок. Я не скажу, что это чудо, потому что это результат... Ну, это всё равно чудо. Чудо. Да, это всё равно чудо. Ну, и результат твоей деятельности. Для того даже, чтобы какие-то друзья, близкие, далёкие, прошлые могли бы помочь человеку в таком ситуации, открывается официальный, подотчётный, строгий официальный счёт. Вот наша программа работает с благотворительным фондом BeOpen, и счёт помощи вы можете тоже найти на сайте mixnews.lv, в рубрике «Зелёная лампа», или на Фейсбуке у нас есть страничка, которая называется «Зелёная лампа» русскими буквами. Вот, и там мы даём этот счёт. И каждый день мы будем сообщать, в эфире дикторы будут говорить, сколько собрано и сколько поступило звонков. А тем временем программа подошла к концу, мы вообще не успели спросить ничего про Микки Рурка. Я так и знала. Осталось буквально две минуты. Света, расскажи нам, ты познакомилась с Микки Рурком? Ну да, я с ним подружилась. Мы все подружились с ним. Это очень классный парень. Он провёл карантин в Риге. Мы расскажем, что Света работает в кинопроекте, в котором был занят Микки Рурк. Ну да, мы работаем с Голливудом. Наша телекомпания «Форма профилм». Но мы не особо, как бы, не делаем никакой особенной рекламы, просто работаем. Это очень интересно работать. Про это можно отдельно будет поговорить. Ну конечно, нет ничего интереснее снимать кино. Это отдельно можно разговаривать об этом. Но да, но ещё мы читаем книжки, ещё мы смотрим кино, кроме этого. А в этом последнем проекте, ох, как интересно, я бы рассказала вам про эти вранжевые проекты. Мы пригласим Светлана отдельно. Вот приехал Микки Рурк. И сначала он был такой прям звезда-звезда. Но потом как-то вдруг он так размяк, и всё. И он стал просто парнем. Стал человеком. И вообще, какой он чудесный. Он очень трогательный, очень много пережил. И мне его очень жаль. Он очень одинок. Очень одинокий человек. Потом ещё и застрял здесь у нас из-за карантина. Ну а как, да, карантин, ничего страшного, всё кончилось. Давайте мы про Микки Рурка не оставляем эту тему. Мы ещё отдельно о тебя спросим, напишем и расскажем. Кроме Рурка тут ещё звёзды были. Да, да, да. Вот это отдельная тема. А как мы снимали в картине, боже мой, в Италии. Ну всё. Это отдельная программа. Мы пригласим Светлану быть гостем нашего эфира. И давайте повторим ещё раз. Моё кино 930-6384. Это телефон для маленького Давида, который работает. Евро 42 цента звоночек. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо Светлане Иванниковой. Очень ярко горела лампа зелёная. Давид, Давид, будь здоров, дорогой. Ты обязательно победишь Голиафа. Ты же Давид. Отлично. До встречи через неделю. Пока.